Всем привет! Продолжаем рассматривать картины. Сегодня мы смотрим Сад земных наслаждений. Картина написана в 1500-1505 годах Иронимом Босхом. Это, пожалуй, самое известное произведение Босха. Оно поражает своей красочностью. Картина населена людьми и фантастическими существами. Сочетает эротические, алхимические и христианские аллегории. На левой створке триптиха представлен рай, на правой ад, а в центре сад наслаждений. Здесь обнаженные мужчины и женщины вкушают прелести жизни. Дальний план занимает причудливый фонтан средней девушки с птицами и ягодами на головах, купающейся в озере, вокруг которого движутся всадники на разных животных. Первый план заполнен развлекающимися людьми. Компания молодых людей расположилась в кустах чертополоха. Слева от них молодой человек, который плывет с девушкой и аистом в большом ярком фрукте по темным водам озера, кормит ежевикой пловцов. За ними левее изображено несколько больших птиц. Интересна фигура уже не молодого человека, сидящего на спине щегла. Он низко опустил голову, словно не желает взирать на происходящее вокруг безобразие. По мнению одних исследователей, в этой части полотна Босх изобразил еще неизгнанных из рая людей, которые наслаждаются жизнью. По мнению других, обреченный на гибель от потопа, погрязший в грехе мир. Но ни одно из высказаний их предположения не убедительно. Тема левой створки триптиха, сотворение мира и райский пейзаж. В центре представлен изящный фонтан, источник жизни. На дальнем плане животные, птицы, горы, равнины. На переднем Бог творится, соединяет Адам и Еву узами брака. Но как бы намекая на их предстоящие согрешения, вдали мастер разобразил стаю птиц, улетающие их с пещеры, очертанием напоминающие змеи. Правая сторона триптиха – ад. Дома на дальнем плане горят пламенем преисподней. Огненная река уносит туда грешников. В нем в левом углу люди наказываются за любовь к азартным играм. А среди гигантских инструментов идет безумный концерт. Возможно, автор высказывался против вытесняющей в начале XVI века в Нидерландах из церкви пение хора, инструментальной музыки. Напротив – сцена ужасной кары за черевоугодие. Ключевое место в композиции створки принадлежит образу человека-дерева. На его голове лежит столешница и стоит волынка, вокруг которой бесы водят грешник. Некоторые исследователи склонны видеть в этом персонаже автопортрет мастера. Предположительно, автор хотел донести до своих современников муськ о том, что Адам и Ева, ослушавшись Бога, обрекли людей на вечные муки. Ну, вот такое описание картины «Сад земных наслаждений» и «Еродима Босха», написанное в 1500-1505 годах. Мне удалось найти в интернете, ну, как вариант описания. Все, пока-пока, всем привет, до свидания, узнали что-то новое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok